Вдоль обрыва Владимир Семенович Высоцкий стал легендой советской музыки, театра и кинематографа. Его песни являются классикой и неоспоримыми вечными хитами. Своим творчеством Владимир Семенович формировал и продолжает формировать морально-нравственные ориентиры, взгляды, мысли и, конечно, гражданскую позицию человека. Жители нашего села, как выяснилось в ходе акции, хорошо знакомы с его творчеством. Добрый день, Галина Егоровна. Галина Егоровна, расскажите нам, пожалуйста, что вы знаете о Владимире Высоцком? О Владимире Высоцком я читала его всю биографию, читала воспоминания Марии Влади, которая писала о нем. Я люблю его песни, я люблю его музыку, люблю голос тот, который дает какое-то земное что-то, что-то такое, знаете, необычное. Я даже не знаю, как это выразить. Ну, а кем он был, Галина Егоровна? Ой, он был добрым и очень, как сказать, справедливым, очень умным человеком. Это как человек, человеческие качества. А по профессии? А поэта я его люблю, как писателя, который сочинял такие слова, такую музыку и сам исполнял. Этот хриплый голос для меня, это божественно. Спасибо, Галина Егоровна. Добрый день, Сергей Иванович. Добрый день. Сергей Иванович, скажите, что вы знаете о таком человеке, как Владимир Высоцкий? Ну, Владимир Семенович Высоцкий, это наш великий советский актер, певец и барфель, исполнитель своих песен. Добрый день, Кристина. Здравствуйте, Галина Ивановна. Кристина, что ты знаешь о таком человеке, как Владимир Высоцкий? Я знаю, что Владимир Высоцкий, это великий композитор прошлого века, он также является актером, исполнитель своих песен. У него много известных произведений. Я знаю, Коню Привередливый, например, такое произведение, достаточно известное. Также его гимнастика очень, я думаю, у всех на слуху. Если друг оказался вдруг, у него тоже достаточно известное произведение. В Москве у него есть дом-музей на Таганке. Я вот, кстати, перед карантином недавно совершенно его посетила. Достаточно атмосферное место, где можно прочувствовать творчество этого человека по периодам. То есть там достаточно много залов, которые характеризуют каждый период его творчества. Спасибо, Кристина. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.